С приходом зимних морозов жителям Узбекистана в очередной раз пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. По всей стране наблюдаются часовые отключения электроэнергии и длинные очереди на газозаправках. Граждане, недовольные нынешним положением дел, выходят на митинги, требуя действенных решений от властей. Для того, чтобы снять напряженность в обществе, главный имам города Ташкента Рахматулас Айфеддинов выступил с речью к народу, но, к сожалению, его слова только усугубили ситуацию. В своем обращении он подчеркнул, что наши предки жили без электричества и газа и призывал мусульман не позорить страну перед всем миром, поднимая этот вопрос в социальных сетях. Священнослужитель предупредил, что паника, беспорядки и протесты не решат проблемы. Реакция общественных активистов на столь кощунственные для нынешней ситуации слова не заставила себя ждать. Обвинять людей, дрожащих от холода, ожидающих своей очереди ночами на заправках и блуждающих в темноте, в неблагодарности, призывая их терпеть ситуацию, которой нет конца, сидя в теплой мечети, богохульство и зарабатывание на жизнь продажей религии. Пользователи соцсетей придерживаются аналогичной позиции и считают, что имаму нужно критиковать не народ, а чиновников, которые летом не приняли мер по подготовке к зимнему сезону. Однако стоит отметить, что главный имам города Ташкента – не первый и не единственный духовный лидер, призывающий население к терпению на фоне глубокого энергетического кризиса. Ведущий популярной программы «Тигры разума» журналист Анвар Тушаков приглашает на свой авторский тренинг «Секреты ораторского искусства в Москве». Тренинг будет полезен как блогерам, так и менеджерам, руководителям и предпринимателям. Вы получите практические навыки оратора, уверенность в выступлениях на публике, индивидуальную консультацию, заряд бодрости и хорошую дозу юмора. Обязательно приходи на встречу с популярным ведущим. Тренинг Анвара Тушакова «Секреты ораторского искусства» состоится 22 декабря в 19.00 в центре Москвы. Подробности на сайте.